Беларусь-Украина И это не является никакой тайной Это написано во всех моих анкетах Дело в том, что я родом из Солигорска Я там работал на... Это удаление Это чистейшая подножка Вова Денисов оставляет команду в меньшинстве На мой взгляд, опять же, на ровном месте В углу площадки не нужно было этого делать Со своей стороны хотел бы сказать Определенный респект Тутбаю Потому что Дать возможность Поговорить, обсудить Сделать альтернативный комментарий Так и называется, собственно, этот проект Насколько я понимаю Это такая благая идея Потому что Не всегда истина То, что говорят Комментаторы-профессионалы Которые делают это Потому что уже набита рука А тут рождаются Неожиданные перлы Какие-то, может быть, даже интересные мысли Возникают Я считаю, что это вообще Очень хорошая и толковая идея Я получаю удовольствие А можно я опять Сделаю в третий раз уже Вещь и спрошу Твой прогноз на третий период Как ты думаешь, сложится игра у наших ребят сейчас? Я бы очень хотел, чтобы не пропустили Я думаю, что Коваль пропустил в матче со Словенией На несколько матчей вперед Пусть у него сухарик будет Это поддержит, наверное, на следующую игру Я бы пожелал ему баранку сегодня Но очень многое зависит от наших ребят Если не позволят его расстреливать Если не будут удаляться В таких глупых ситуациях Я считаю, что это глупое удаление Еще раз повторяю У нас было, если мне память не изменяет Два удаления Один раз Демагин руками на борт Толкнул соперника в средней зоне Когда вообще Никаких предпосылок к этому не было Зачем он это делал? Ну и сейчас Денисова тоже необязательное удаление На мой взгляд Очень на самом деле плохо Когда комментаторы много вот этого всего рассказывают Значит, то, что происходит на площадке Позволяет им это рассказывать Понимаешь? Я тебе... Да, это я упрек, понял Это когда надо заполнять какую-то вяло текущую игру Надо что-то рассказывать Потому что комментировать, по большому счету, нечего А когда на площадке кипят страсти Комментатору, по большому счету, не до этого Но профессиональный комментатор умудряется Вкраплять эту информацию Даже в самый напряженный матч Но есть некоторые комментаторы Когда я тебе даже сейчас его попытаюсь показать Это иногда выглядит очень смешно Ну вот пошел Дошел до зоны соперника И пошел вдоль А наши в это время оба вкатились туда Но это было вызвано Все-таки он ждал товарищей И дождался Ждал товарищей А товарищи об этом не знали А дал... Так вот Есть комментаторы Которые комментируют примерно так Вот я сейчас тебе даже попытаюсь сказать Давай проследим за атакой нашей команды Кулаков Кулаков накручивает Ну ах ты как хорошо Милешка выходила на пас Не получила Вот сейчас, если бы забросили Была бы красота И 10 баллов По пятибалльной системе Так вот Есть комментаторы Которые комментируют примерно так Вы знаете Сегодня замечательная погода В Саундгемптоне Прекрасный стадион Очень много Послушаю Очень много зрителей Вы знаете Стадион в Саундгемптоне Построен еще по Смотри какой паспел А новые игры Так вот Стадион в Саундгемптоне Построен в 1941 году И заметьте Он после этого Даже реконструкции У меня был он Прекрасный Кстати гол Да Понимаешь Вот это что А еще мне нравится Когда комментатор говорит Ну вы сами все видели Да Нечего тут говорить Этот эпизод Сам за себя Сам за себя говорит Есть такие штампы Мне еще нравится И сейчас У Динамо Есть прекрасная возможность Доказать Что лишний Отнюдь не лишний Знаешь Вот такие Штампики Штампики Они иногда бывают К месту Но Они уже такие Немножко набившие Оскомину И уже хочется Каких-то свежих ходов Не находишь? Находишь Я находишь Я ловлю себя На мысли тоже Что Мы так или иначе В жизни Все равно Используем штампы Особенно если вдруг Выходить на сцену Говорить что-то Объявлять игроков Я каждый раз Ой какой подарок Напненко Ну это просто Вот это профессионал Напненко Просто игрок Сборной Белоруссии Понимаешь Выложил шайбу На клюшку Нашему игроку Кому только надо посмотреть Кто-то 21 Уже не важно Потому что Ну вот тоже передача Два человека Стоит он отдает Куда отдает С закрытыми глазами Пас это называется Не совсем необоснованно Это было Извини Максим Была шутка Была шутка В КВНе По-моему Команда из Санкт-Петербурга Когда они говорили Что в конце футбольного матча Арбитр Чтобы доказать Зрителя в обратное Вывел на стадион Жену и детей Будет ли все-таки У него сухарь Вот я очень переживаю Ну вот я не знаю Потому что расслабились Да Потому что Вот теперь точно расслабились Да 3-0 3-0 За 6 секунд Национальная сборная Беларуси 25 секунд До конца 3-го периода Впереди сборная Беларуси Во втором квалификационном матче Лидирует На нашу радость К нашему всеобщему Да И осталось буквально Это 6 минут Вот тут Применимо слово Продержаться Потому что Они сейчас С этой игрой Да С этой игрой Продержаться Сейчас Как-то да Вот это безобразно Вот это безобразно Я еще раз говорю Украинские шведы Хотел сказать Я тоже Я тоже сейчас скажу штампом Да Но мне простительно Да Лучшая защита Это нападение Вот 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 Максим Сработал штампик Максим Секундочку Сработал прогноз Я сказал Я боюсь Что беларусы На одну шайбу Сподобятся еще. Было дело, да, в самом начале. Я не боюсь, а я думаю. Мы говорили про это, да. Кто это сделал? Колюжного показывают, но я не уверен. Вот администрация радуется, о чем мы говорили. Показывают его, но... Мне кажется, он добил, Макс. Там, ты знаешь, вот, похоже был эпизод, когда шайба через Напненко перелетела. Вот он, вот он, вот он, просает, и вот добивание. Никто не добивал. Нет, 18 номер. Нет, 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 попытались сбить шайбу. Посмотри, смотри, смотри, добил, смотри. Нет, нет, ни капли. Еще раз. Мне кажется, очень бойко она влетела в ворота. Смотри. Она сама полетела. Добил, 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 добил. Внимательно, смотри, сейчас. А, это свой, свой. Так я же говорю, пытался ее подрезать. Но слово «добил-то» все-таки присутствует. Слушай, практически два, пусть таких небольших, но автогольчик это у Украины присутствует, да? Да. И вторая шайба влетела от клюшки украинского. Клюшка фигурировала и там, и там. И там, и там, да. Ну что, я предлагаю украинцам не расслабляться и продолжать в том же духе. Я пока за Виталика переживаю. Я тоже за Виталика очень переживаю. И повторюсь, да, он напропускал от Словении, по-моему, на несколько матчей вперед. Вратарь очень хороший. Кстати, будут ли подсчитаны... А вот сейчас браво украинскому хоккеисту. Точно так же мужественно лег под борцом. Слушай, вот опять-таки спрошу на удачу, но как ты думаешь, вот сейчас им нужно нарабатывать голы, которые в случае равенства каких-то... Бо! Я сказал! Гоу! 5-0! Вот это уже на что-то похоже. А я же говорил, нужно ли голов-то нам побольше? Да, конечно, нужно. Но, Максим, мы это... Нет, не за красоту сейчас борюсь, не за... Я про это тебе и говорю. Не за престиж, не что-то, а... Я про это тебе и говорю, что сейчас, если мы обыгрываем всех оставшихся у нас соперников... А это Дания, собственно, оставшихся. А Дания, например, обыгрывает Словению, мы начнем считать шайбы. Я так понимаю? Правильно. Да, да. То есть нам, если мы сейчас привезем... От штанги в ворота. Ты знаешь, сегодня нам где-то даже немножечко везет. Посмотри, как от штанги в ворота. Красиво. Вот сегодня с везением все в порядке, и это Синкевич. И это Синкевич. Это... Причем я хочу сказать всем... Я хочу сказать всем нашим, кто нас сейчас смотрит и видит, это, наверное, первая шайба Синкевича. Ну, в Динамо же он хорошо играет, но мне кажется, не было еще, да, действительно у него нет. По-моему, он в этом сезоне ничего не заковырнул. Надо... Опять-таки, вот нам не хватает того банка данных, да, который есть у комментаторов, чтобы... Ну, может быть, нам, да, шепнут в мониторушные, да? Которых у нас нету просто. Пытает все-таки... По ниже уровням, чем славянцы. Вот. А будь сейчас хоккеисты по мастеровите, мы бы тоже были наказаны. Потому что те же провалы, Ну, я напомню, славянцы, по-моему, подождите, 18-е в рейтинге, белорусы 13-е, украинцы... Ну, забиваете уже, но... Гоу! Есть! Ну, вот же. Услышали, Леню? Опять-таки, да. Вот попросишь 6-е, парни, давайте уже на семерку пойдем. Мы про штампы говорим, да? Ну, забивайте, да? Давай 6-ю, давай 7-ю. Вот, кстати, очень прикольно, когда вся арена кричит, хотим 6-ю. парашютом набросили, а он ее взял и выбросил. Должен признать, что пала Украина, пала. 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 Только не низко, а просто... Пала, да. Да, уступают украинцы. Ну, вот... Подожди, а почему я сказал пала? Ну, пала, да. Действительно. Пала вина, ты хотел сказать, украинцев, да. Совсем расстроилась, а вторая половина еще будет сражаться. Вот это, друзья, называется взаимовыручкой, поддержкой, когда один косяк другого исправляет. Но все-таки 6-0 неплохо, я считаю. 6-0 отлично. Я, честно говоря, даже не рассчитывал на подобный счет. Можно говорить и про нас с тобой везение. Вот комментировали бы мы вчера игру со Словенией. Мы бы... Ты знаешь, что? Возможно, от нас бы зрители много интересного узнали, потому что мы бы с тобой были очень остро настроены, мы бы метали здесь молнии и с нас были бы взятки гладкие. А сейчас как мы можем критиковать игру белой русской сборной? Никак. Никак. А безоруженные, понимаешь? И в этом заслуга вот этих ребят. И вот этих тоже. Хотя... Желтоблакитных тоже заслуга. По идее, должно было бы быть 8. А зараз по загульней. Знаешь, притормозил. Ну да. А тот не притормозил. Это о чем-то говорит на самом деле. 5, 4, 3, 2, 1. С победой! Молодцы! Максим, с победой тебя! Молодцы! Молодцы! Ну давай, я думаю... Чувствую свою принадлежность. Сегодня, может, не чувствую свою принадлежность, а фактически мы выковали с тобой эту победу, понимаешь? Вот этими вот... Вот этими вот языками, руками эмоциями. Ну а кто, если не мы? Давай еще раз скажем спасибо Тутбай за то, что нас пригласили. Давай, скажем спасибо. Молодцы наши ребята. Я думаю, может быть... Пожелаем им удачи. Ну это нам администрацию показывает, то, о чем мы говорили. Я думаю, что нам уже сейчас еще покажут какие-то... А вот он, собственно говоря, напменка. Он лучших игроков. Симпатичный парень. Лучших игроков сегодняшнего матча. И мне кажется, это должен быть Коваль, хотя, ну... Ну вот, смотри, статистика, да? Шесть мячей. Перебросали по броскам просто фантастически. Вот. Вот стопроцентные сейвы Ковалья однозначные. Ну, 85 процентов не такая плохая статистика на самом деле для вратаря. У Напненко? Да. Шесть ноль. Хорошая статистика. Я говорю, что в матче с белорусами пусть эта статистика у него продолжится. Вот. В матче с остальными соперниками пусть будут сухари, а с белорусами пусть вот эта статистика останется на этом уровне. Слышим ли мы, увидим ли мы, кто лучшие игроки матча? Ты бы кого назвал, кстати? Я думаю, ковровую дорожку мы увидим сто процентов. Я бы Ковалья назвал. Ну, да. При ноле, конечно же, вратарь. При 6-0 я отдал бы Ковалю, а Украины отдал бы всем. Просто все молодцы украинцы. Прям все сделали для того, чтобы мы не пропустили. Ну да. Ну да. Лучший игрок в сборной Украины. Нет, подожди, как это сформулировать можно? Кто сыграл за нас? Кто сыграл за нас сегодня? Какой-то молодой парень, 24-й номер. Я сейчас, если очень быстро увижу... Шансов мало, потому что у меня бумажки. Почему? Это Роман Благой. Он играет за Донбасс 2, Украина. Молодой парень, 87-го года рождения. Вот он хорошо сегодня. Фирменные часы. Он сегодня очень хорошо бегал по площадке, ему за это что-то дали. Так, ну давайте наших, и, наверное, уже будем отмечать победу. Есть у тебя традиция отмечать победу? Ага, ну, мы с тобой можем сказать, что оба молодцы сейчас. Не, ну ты знаешь, я тебе честно скажу, если бы кто-то забросил хотя бы шайбы 2-3, еще бы его, наверное, можно было рассматривать. А так, все отличились по одному разу, а Виталия просто красавец. Ничего сегодня не пропустил. И в одном месте даже погасил пожар, который реально был возле его ворот. Субтитры создавал DimaTorzok